В этом кабинете происходит сплошное надувательство, в буквальном смысле. Яков и Татьяна Муромцевы мастерят изделия из стекла, творят, а иногда и просто вытворяют. Мы тянули вон туда, в коридор. Все началось почти полвека назад. Тогда Яков Муромцев впервые пришел в эту лабораторию при университете, а после привел супругу. С тех пор они и работают вместе. Помогает им в этом химия. Точнее, химия любви. И дома вместе, и на работе вместе, и на рыбалке вместе, и на даче вместе. И, в общем-то, это как уже одно целое. Он выдувает крупные детали, а она мелкие. В основном супруги мастерят колбы и пробирки. Проще говоря, посуду для лабораторных экспериментов. Колбочка очень-очень горячая. Снимаем ее. И положим в печку. Впрочем, есть в кабинете еще одна печь весом в тонну. Правда, чтобы поднять ее на четвертый этаж, пришлось нанимать подъемный кран и даже выламывать подоконник. Подъемный кран поднимал като, специально японский, тогда еще мало было. И сюда в окошечко, и сюда на подоконник, как занесли, мы сюда раз на подоконник, потом раз сюда скатились, поставили. А так эти студенты здесь затаскивали, там же лестницы пообламываются. Догубиться можно. Но все же главный инструмент в их работе вовсе не печь, а обычная горелка. Без нее стекло послушным не станет. Основа основ это собирать массу, разогревать и раздувать. Все. Мастерят стеклодовы, кстати, не только химическую посуду. На Новый год сделали елочные игрушки, украсили кабинет. На их полках живет целый зоопарк из стекла. Это вот какой у нас год идет, да, год собаки. Вот мы делали собаку, год свиньи, значит, поросенка делали, год змеи, год крысы. На данный момент супруги Муромцева единственные стеклодовы в Тюмени. Дети не пошли по стопам родителей, ушли в бизнес. Поэтому в этой крохотной лаборатории Яков и Татьяна вместе продолжают гореть своей работой. И вообще, говорят, их профессия в буквальном смысле просто огонь.